В течение почти 30 лет азербайджанские земли находились под оккупацией Армении. В результате преступлений, содеянных вооруженными силами Армении, более 1 миллиона человек стали вынужденными переселенцами и беженцами. Были разрушены культурные и исторические объекты. Все прошедшие годы Азербайджан укреплял свой военный потенциал и реформировал армию. Результат не заставил себя долго ждать. В результате контрнаступательной операции 2020 года враг был разгромлен, а земли освобождены от оккупации. В Азербайджане были созданы высшие военные училища. Для обучения привлекались лучшие инструкторы из-за рубежа. Также азербайджанские солдаты прошли обучение в передовых военных училищах Турции. Все это еще больше повысило профессионализм армии. Техника завозилась из-за границы. Были заключены договоры с известными иностранными компаниями для поставок и производства вооружения. Была создана военно-техническая база. Азербайджанская армия на протяжении 44 дней войны широко использовала технические новшества. В частности, ударные беспилотные летательные аппараты Харо, в том числе производящиеся в Азербайджане совместно с Израилем дроны Зербе и другие беспилотные летательные аппараты. А также ударные беспилотные самолеты Байрактар. Только с помощью дронов Байрактар Азербайджан уничтожил военную технику Армении на сумму 1 миллиард долларов. Дроны применялись как для нанесения точных ударов по технике и живой силе противника, так и для корректировки артиллерийского огня и ведения разведки. Результатом грамотной боевой стратегии и героизма азербайджанских военнослужащих стало освобождение высоты в окрестностях села Талыш-Тартерского района, стратегической высоты Лаля-Татэ и села Джош-Жук-Меджалны-Чебраятского района, села Гюлюстан-Герамбойского района, села Газах-Лар-Тартерского района и дороги в направлении села Сугу-Вашан-Тартерского района во время апрельских боев 2016 года. Тогда всё ненадолго затихло, однако 27 сентября 2020 года началась Вторая Карабахская война. В ответ на провокации Армении, Азербайджан применил адекватные меры и дал отпор врагу. Освобождение города Шуша было важным итогом 44-х дневной Отечественной войны. Как отметил президент Рахамалиев, Азербайджан и Шуша не делили. Детали Отечественной войны ещё не до конца раскрыты. Однако нет никаких сомнений в том, что операция по освобождению города Шуша от оккупации останется в истории навсегда. Из-за сложного рельефа местности войти в город на танках или с помощью прочего тяжёлого оружия было невозможно. Имелось лишь два пути её освобождения. В первом случае можно было бы уничтожить силы противника, размещенные в городе артиллерийским огнём и ударами с воздуха. Однако командование отказалось от этого варианта, потому что бомбардировка привела бы к большим разрушениям. И поэтому в качестве альтернативного варианта была выбрана тактика рукопашного боя. С началом контр-операции 2020 года, в ответ на непрекращающиеся военные провокации Армении, армия Азербайджана добилась больших успехов. Президент Ильхам Алиев, будучи большим военным стратегом, смог выстроить верную тактику ведения войны. Азербайджанская армия блестяще справилась с поставленными перед ней задачами. По окончании Второй Карабахской войны десятками экспертов со всего мира армия Азербайджана была признана одной из сильнейших в мире. За короткий срок азербайджанская армия развеяла все существующие мифы о величии армии Армении и освободила от оккупации исконно азербайджанские земли. В ходе 44-дневной отечественной войны от оккупации были освобождены 4 октября Джабраил, 17 октября Физули, 20 октября Зенгелан, 25 октября Губадлы и 8 ноября Шуша. 10 ноября президент Азербайджана, президент России и премьер-министр Армении подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Фактически это означало полную капитуляцию армянской армии. Согласно трехстороннему заявлению, 20 ноября без единого выстрела и каких-либо человеческих жертв были освобождены Агдамские, 25 ноября Кербаджарские, а 1 декабря Лачинские районы. Таким образом, блестящая военная победа Азербайджана вынудила Армению капитулировать. За 44 дня была остановлена 30-летняя оккупация и несправедливость. Субтитры создавал DimaTorzok